МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вечерний шпиль на Белсате. С вами Олесь Корниенко. Жесточайше. Приветствую. Раскрыты очередные козни Тихановской. Эксклюзивные признания силовика. Рецепт против санкций США. Нобелевский комитет переедет в Грозный. Мои коллеги-журналисты Белсата спросили у минчан, как, по их мнению, изменилась жизнь Беларуси за 8 месяцев после выборов. Неразумная экономическая политика. Раз. Я уже не говорю о плохой заработной плате, плохом благосостоянии народа. Все до кучи, понимаете? Рыба гнет с головы. Товарищ президент, как же так? Светлана Георгиевна, не этого от вас ждали люди. Тем временем корреспондент вечернего шпиля решил сам выйти на улицу. Как изменилась ваша жизнь после выборов? Улучшилась, однозначно. Зарплата выросла, премии там, бонусы всякие, квартиру дали. В общем, спасибо главнокомандующему. Ура! 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 Чтобы еще больше улучшить жизнь простых беларусов, Гродненский областной совет депутатов вел сбор за выезд за границу. Вот, в Белосток хочу. 10 долларов за возможность подышать ароматом загнивающей Польши и Литвы. Это ведь недорого. Прибегает беларус домой после работы, давай жену целовать. Она спрашивает, ты чего такой счастливый? Зарплату увеличили? А он, нет, наоборот. Так чего такой радостный? Не слышала? Налог на выезд за границу ввели. Одна базовая. Слышала? Радуешься чего? Всего одну. Могли бы и десять. Но змогары опять недовольны. Взрыв мозга. Напомним, что согласно Конституции, граждане хрустального сосуда имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах клочка земли, покидать его и беспрепятственно возвращаться обратно. Предлагаю накидать список, за что еще можно брать человека по одной базовой. За смену пор года, за пользование интернетом, за пользование реками и озерами. Тем временем в Минске усилят контроль за соблюдением обязательного масочного режима в магазинах и заведениях общепита. Слава богу, Александр Григорьевич по ресторанам и магазинам не шастает. МИД Беларуси, не дожидаясь 1 апреля, поупражнялся в остроумии в своем заявлении на адрес США. МИД готов не очереди принять заявку ее превосходительства на получение белорусского гражданства. Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится, и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать 6-й флот США у морских границ Беларуси. В общем, Макий продемонстрировал, что снял вышиванку, под которой долгое время маскировался. Но до Лаврова еще не дотягивает. Американцы в очередной раз продемонстрировали плохое чувство юмора. И вместо того, чтобы поиграть в обзывалки, сухо проанонсировали старые новые санкции. События, связанные с фальсификацией президентских выборов в 2020 году, насилие и тактику репрессий, а также наличие более 300 политических заключенных игнорировать нельзя. С 26 апреля будут возобновлены санкции против 9 белорусских предприятий. В том числе Белшины. Корреспондент Вечернего Шпиля попросил прокомментировать ситуацию у представителей этого предприятия. Как планируете выходить из этой ситуации и рассчитываете ли вы компенсировать проблемы на внешних рынках повышением спроса на внутреннем? Да, и пользуясь случаем, хотел бы обратиться к белорусам. Помогите нам справиться с этими санкциями. Вся надежда на вас. Поменяйте лысую резину. А далее в Вечернем Шпиле поговорим о доблестных российских силовиках. В Южно-Сахалинске вооруженные бойцы СОБРа обезвредили группу детей, ворвавшись в спортклуб во время тренировки и серьезно перепугав присутствующих. Не так легко пошло дело у правоохранителей с 61-летним Владимиром Бардановым в подмосковных Мытищах. Штурм его дома длился несколько часов. В операции задействовали спецназ Росгвардии СОБР Рысь, СОБР Булат и ОМОН ЗУБР. Тему продолжит Александр Торн. 13-летняя школьница из Москвы Кристина, получившая 20 ударов дубинкой по лицу, была признана виновной в нарушении закона об одиночных пикетах и выплатит штраф. Ну и к срочной новости. В подмосковных Мытищах уже 9-й час идет беспрецедентное боестолкновение с участием ОМОНа. И мы на прямой связи с одним из бойцов доблестной Росгвардии Никитой. Никита, здравствуйте. Я не хочу умирать. Никита, расскажите... Мама, забери меня отсюда. Да! Никита, расскажите, что происходит? Я вижу, у вас кровь. Вы ранены? Нет, это я просто комара убил. У меня нет влажных салфеток. Никита, держитесь. Скажите, сколько бойцов ОМОНа задействовано Действовано сейчас в операции. 300 человек и 8 БТРов, но этого мало. Пришлите еще. Никита. Нам нужны танки и самолеты. Установки град. Никита, против вас всего один пенсионер с ружьем. Он выкрикивает оскорбительные высказывания. О боже. Асфальт колонны. Не знаю, сколько еще протянул. Это ад. Никита, это мытищи. Это война. Никита, там один пенсионер у себя на кухне. Ударьте Искандером. Никита, нам сообщают, что против пенсионера применили гранатометы. Дом горит и, скорее всего, злоумышленник ликвидирован. Правда? Да, Никита, вы справились. Вы герой. Что вы сейчас чувствуете? Ну, это наша работа. Мужская. Никто, кроме нас. Страна может спать спокойно. Война мое второе имя. И нам сообщают, что возле Госдумы собрался стихийный митинг за свободу Навального. Мы перемещаемся на Пушкин. Митинг? Где митинг? Вы сволочи, пятая колонна. Я уже в пути. Спасибо, Никита. Как хорошо, что нашу стабильность защищают такие, как вы. Как утверждает издание «Медуза», гранаты, которые использовал мытищинский стрелок, были не боевые, а страйкбольные. А многие его патроны были холостыми. Страшно подумать, что было бы, если бы в арсенале Владимира Борданова были пластиковые стаканчики. Мотивы стрелка пока не ясны, но в соцсетях уже предвкушают, что в обгоревшем доме могут найти текст присяги ИГИЛ, брошюрку свидетелей Иеговы и визитку Яроша. На этой неделе Брюссель нанес еще один удар под дых Минску. И речь не об очередном пакете санкций. Сборная по футболу Бельгии разгромила сборную Беларуси в отборочном матче чемпионата мира. Это какой-то позор. И вы смотрите рубрику «Такая боль, такая боль». Бельгия, Беларусь 8-0. Как должны были постараться игроки, тренер, руководитель федерации, артиллерист Владимир Базанов, бывший и нынешний президент Национального олимпийского комитета, чтобы беларусы так радовались этому поражению. Сборная Беларуси по футболу, зачеркнуто ОМОНу, проиграла второму составу сборной Бельгии со счетом 8-0. Впрочем, это и понятно. Играть с языками в жу... очень сложно. Любой беларус, который бегал от ментов во всю мощь, был бы в этом безвольном коллективе лидером. Примечательно, что самых сильных футболистов страны, которые по глупости своей выступают против пыток, на поле не выпускают. Выпускают только тех, кто готов молчать. Впрочем, главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель уверенно заявляет. Мы играем для народа. Для народа Бельгии, вероятно. Михаил Мархель. Бельгийцы 8 раз били мимо ворот, но промахнулись. Бельгия нелегально экспортировала в Беларусь 8 мячей. Идет расследование. По мнению Эйсмонта, эта сборная по футболу вошла в историю. И этим достигнута ее победа. И на Евровидении мы победили и в хоккее. Лидия Ермошина поздравила сборную Беларуси по футболу с уверенной победой над Бельгией. Вслед за МИДом и сборной по футболу, не дожидаясь 1 апреля, повеселить беларусов решил КГБ. Нет-нет, на этот раз не истории о Нике и Майке. На телеканале ОНТ показали фильм «Манкурты». Создатели этого блокбастера попытались убедить беларусов, что нашумевшие осенью сливы на канале «Нехта» разговоров Натальи Эйсман были не признанием соучастницы преступления, а частью оперативной игры. Но гарантирует ли это спокойный сон Натальи Николаевне? Мартин Крал. Александр Егорьевич, вызывали? Давай без этого. Поняла. Наташка, что ты делала после выборов в 2006 году? Ну, как и всегда, праздновала вашу победу. На площади? Среди недовольных наркоманов? Что вы такое говорите? Вот фотографии, где ты среди митингующих. Что скажешь? Ну, что тут сказать? Оперативная игра. Какие игры? Наташка, выходи из образа, ты не на БТ. Ладно, народ обманывать, но меня не позволил. Александр Егорьевич, простите, это был последний раз. Хорошо, я тебя породил, я тебя и... Наклоните? И голову тебе откручу. А-а-а-а-а-а! Жеребе, Беларусь! Жеребе, Ларусь! Жеребе, Ларусь! Отстань, мент, проклятый, я тебе ничего не скажу. Наталька, я же уже давно не работаю в милиции. Ваня, ты со своими играми точно меня когда-нибудь придушишь. Растегивай. Сейчас. И неси фотоальбом и зажигалку. Свадебный? Нет. Пока за 2006 год. Будем жечь, пока не спалилось. Это была рубрика «Сказка ложь», но в ней намек. В Тбилиси яйцами закидали гражданина США Владимира Познера. Местных жителей возмутило не только отношение кремлевского пропагандиста с американским паспортом к местным запретам в связи с пандемией коронавируса. Познеру припомнили высказывания об Абхазии. Абхазия никогда не будет частью Грузии. Владимир Познер решил попробовать на день рождения грузинской кухни. А грузины приготовили для него новое блюдо. Владимир Владимирович в яичном соусе. И вы смотрите рубрику «Познер пить боржоми». Екатерине Стриженовой повезло еще меньше. Целую неделю кремлевская телепропаганда, в том числе и программа «Стриженовое время покажет», смаковало падение Джо Байдена на трапе самолета. На федеральных российских каналах, конечно же, не вспоминали о том, что немногие российские мужчины доживают до возраста действующего американского президента. А также о том, что дочь Стриженовой несколько лет тому назад уехала в США и мучается теперь под гнетом Байдена. И вот уже на этой неделе упала сама Стриженова. За что еще мы должны покаяться после рекламы? Мгновенная карма. Время накажет. В соцсетях не очень сочувствуют потерпевшей. Некоторые замечают, что ее падение произошло раньше. Екатерина Стриженова оступилась не на съемках программы «Время покажет», а когда согласилась врать за большие деньги. А вот Дмитрий Ракетович Сыркон в добром здравии. Всемирный банк сообщает, суммарный долг стран перед Россией составляет 23 миллиарда долларов. Крупнейший дебитор — Беларусь. С долгом 8 миллиардов. То есть в пересчете на президентов это 3 лукашенки. Но отдавать все равно вам, простые белорусы. А вот долг предателя Навального переду Родиной уже и не почитать. Понимая это, он решил сократить сумму, хоть как-то и отказался от еды. Клоунада. И это в то время, когда третий россиян не хватает денег на эту самую еду. Демонстративное кощунство, насмешка над населением. Напоминаю, Навальный в тюрьме. Соболь под домашним арестом отец директора ФБК Жданова тоже угодил в СИЗО. Все слились, лишь бы не выполнять обещания данной стране про прекрасную Россию будущего. Вот вам и оппозиция. Страна в нищете, а они по тюрьмам разбежались. Кстати, кто-то недалекий успел номинировать Навального, разграблявшего Россию, на Нобелевскую премию мира. Идиотия. Как такого можно куда-то номинировать? Слава Аллаху, что у нас есть более адекватная кандидатура. Посланник мира, я бы даже сказал, засланец. Самый большой засланец в мире Рамзан Кадыров. Его-то от России и выдвинули. Двинутый засланец и представит нас на престижной премии уже в октябре. Надеюсь, членам жюри не придется извиняться. И самое время для нашей традиционной рубрики Шпиц ТВ. Мартин Кров. В эфире Шпиц ТВ. Светлана Тихановская в связи с последним матчем поблагодарила сборную Беларуси по футболу за начало итальянской забастовки. В Добружском районе вместо покупки новых тракторов осветили старые. Как говорится, в новый путь с чистого поля. Известный аппозиционер, рецидивист Павел Батуев вывел белорусский аналог западного индекса Биг Мака. Индекс Акрестина. Сравнил цены на побывку в трехзвездочном изоляторе в 2006 и в 2021 годах. И пришел к выводу, что жизнь стала лучше и веселее в два раза. В Барановичах милиционеры для школьников устроили тематическую экскурсию. Детям дали постоять с одной стороны счета и 15 минут с другой стороны счета. Тихановская латушка Герасименя и еще 14 способников включены в список террористов. В частности, Герасименя пыталась подорвать денежное поступление от табакерок путем призыва отказаться от сигарет. Теперь-то ей дадут прикурить. Все. И это были новости, похожие на шутки и шутки, похожие на новости. Это был вечерний шпиль на Белсате. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова